Жизнь и традиции народа в Карачево-Черкесии в фотографиях. На базе колледжа культуры и искусств имени Даурова открылась выставка фотографа-стипендиата Министерства культуры России Арсена Лабердова. Проект направлен на приобщение подрастающего поколения к народной культуре и искусству, формирование любви к родине, патриотичности и духовности. Далее расскажет Дарья Тендит. Искусство видеть и умение запечатлевать в мгновение неотъемлемые спутники каждого талантливого фотографа. Торжественная церемония открытия выставки состоялась в главном холле колледжа культуры искусств имени Аслана Даурова. Первыми увидеть работы именитого фотографа Арсена Лабердова пришли почетные гости и студенты. Цена то, что у нас есть такой профессионал. Будущему поколению есть на кого равняться, отметил министр культуры республики Зураб Агирбов. Я хочу прежде всего поблагодарить Арсена, потому что мы действительно в республике, я считаю, в пропорции, какая у нас маленькая республика, сколько у нас талантливых людей, мы, конечно, очень богаты. И конкретно фотографы – это наше большое богатство. И я думаю, богатство это появляется, потому что фактура богатая, потому что действительно велика и природа прекрасна, и традиции нашего народа, проживающего здесь. И в целом талант во всех сферах, он настолько богат, что, конечно, дает почву для творчества, возможность видеть прекрасное. После торжественной церемонии Родиону Наджев исполнил мелодию 16 века на национальном нагайском инструменте «Дамбре». Затем присутствующие приступили к изучению работ. Мастерски, играя светом, сочетая цветные и черно-белые фотографии, автор в точности передает задумку проекта. Уникальность выставки заключается в том, что она позволяет увидеть мир глазами мастера съемки. Какой-то фотографии черно-белое решение идет, а в какой-то цвет имеет очень важное значение. И поэтому, исходя из моего видения, в каких-то работах я оставлял цвет, потому что я считал, что он там важен, допустим, что он играет роль. Если его переводишь в черно-белое, то суть фотографий теряется. А в каких-то работах, наоборот, цвет разве что мешал. Первые посетители отмечают, что запечатленные мгновения отражают не только атмосферу жизни и быта, но и обладают тайной силой воздействия. Хочется остановиться и, вглядываясь, задумываться о чем-то вечном. Очень интересное переплетение современного быта людей разных народов нашей республики с историческими, скажем так, с историей наших народов. Поэтому хотелось бы больше таких интересных работ с переплетением истории и современности. Именно вот такой красивой бытовой эстетики хотелось бы в этих работах побольше увидеть. Фотографии Арсена Лабердова отличаются оригинальным стилем и глубиной эмоций. Автор рассказывает зрителю историю нашей республики, делая упор на народе, проживающем на территории Карачаева-Черкесии, отражая его традиции, ремесла, обычаи и обряды. Целью проекта является привлечение подрастающего поколения к изучению и сохранению истории республики. Фотовыставка проходит при поддержке Министерства культуры и Школы творческих индустрий. Благодаря Министерству культуры Карачаева-Черкесии, благодаря нашему министру культуры, мы нашли такую форму сотрудничества, которая оказалась очень интересной. Школа креативных индустрий, на базе которой мы провели выставку, она как раз создана для того, чтобы проводить какие-то интересные проекты. Выставка будет открыта для посещения в течение двух недель. Каждая работа будет снабжена QR-кодом, который приведет к видеоролику, в котором автор расскажет историю своей работы. Вскоре выставка будет открыта и в цифровом формате. Дарья Тендит, Виктория Карпенко, Вести Карачаева-Черкесия.